Всем привет еще раз. На связи у нас Давид Побережский. В продолжение к нашим видео по недвижимости хотим сделать краткий обзор, как можно выгодно купить недвижимость в Италии с помощью аукционов. Добрый день всем. Спасибо, что пригласили еще раз. Смотрите, в Италии есть особые методы купить квартиру, так скажем, не на свободном рынке, а на альтернативных вариантах. Давайте посмотрим вместе, какие есть опции. Ну, начиная с самой знаменитой, в Италии без никаких легенд в ограничении участия можно купить дом на аукционе. Был должник, компания банкротилась, есть недвижимость. Эта недвижимость подается на публичном аукционе банка. Эти аукционы, они обычно опубликуются на общедоступных сайтах, потому что по закону аукцион должен быть рекламирован. Участие в аукционе нетрудное и имеет один главный реквизит, точно так же, как и купить любую-другую недвижимость. То есть иметь код ИНН, кодича фискальной, налогоплательщика в Италии. Участие в аукционе, опять-таки, нетрудное, и здесь нету обычно никаких подводных кормей. То есть аукцион полагает распространение до аукциона все информации, касаемые недвижимости, всех кадастров информации, касаемые недвижимости, вся история, предыстория. Естественно, информация, живет ли жилец в этой квартире или нет. То есть нужно задуматься, заранее нужно ли будет потом выселение делать или нет. И также есть, естественно, возможность договориться с судом, возможность посмотреть эту недвижимость, оценить ее вживую. Обращаю внимание, для участия в торгах в Италии нужно, чтобы у вас в момент участия был чек, который содержит одну десятую стоимость этой недвижимости. Если вы не выигрываете аукцион без никаких затрат, вы этот чек, конечно, получаете обратно. Конкретные карманные затраты для участия в аукционах составляет одна верховая марка в размере 16 евро. То есть вы ее действительно теряете, если вы не выиграли этот аукцион и не получаете недвижимость в собственности. Участие в аукцион, конечно, советуется ее проводить с участником персонала, чтобы более детально изучить конкретные кадастровые документы, понять ее историю. Но в среднем я скажу, это участие свободное, дает возможность интересно купить недвижимость. Чем выше стоимость аукциона, тем меньше количество участников, тем больше количество и возможностей, чтобы вы действительно купили эту цену на сниженной цене. В среднем, ну ориентативно, если недвижимость стоит 100 тысяч евро на свободном рынке, обычно аукцион может начинаться как база от 50-60 тысяч евро. При неком, скажем так, поднятии рук, ну в среднем эта недвижимость уйдет как продано на 70-80. Учитывая все, есть конкретная возможность в среднем сэкономить на аукционе от 20 до 30 конкретных процентов от рыночной стоимости. Рыночной аукционы. Нужно, естественно, иметь чуть-чуть более длительное терпение в поиске именно правильного объекта, который в правильный момент появится на аукционе и на рынке. Тем не менее, да-да, если есть вопрос. Хотела спросить, а вот стоимость по сопровождению, как она обычно происходит? То есть это какой-то процент от сделки? Абсолютно правильно. Обычно маклеры или юристы, которые, или профессиональные фирмы, которые занимаются аукционом, у нас есть эти все три категории, они называют процент от стоимости выигрыша аукциона. Обычно это зависимо от стоимости от 2 до 5 процентов, зависимо от цены. Грубо говоря, ну, на недвижимость, которая стоит около 100 тысяч евро, правильная ориентативная сумма будет ближе к 5 процентам. Конечно же, если эта аукцион идет на сумму намного выше, то есть мы говорим примерно полмиллиона евро, миллион евро, конечно, этот процент снижается, может быть, 4-3-2 процента, зависимо от стоимости. Более-менее. Если нет еще других вопросов по этому, я бы хотел рассказать про другой вариант покупки недвижимости. Есть маленький такой вопрос. Конечно, конечно. Скажите, ну вот если брать, например, средний класс, да, то есть это, например, 50, 70, 100 тысяч евро, да, недвижимость. Вообще человек может, на что можно рассчитывать вот на такую стоимость? Очень зависит от зоны и от города. За такую стоимость можно реально вот в Ломбардии, то есть не говоря про более далекие зоны Италии, да, можно реально купить в некоторых нецентральных городах, как Павия, Лоди, Мортары, кто-то из вас знает. То есть это мы находимся в расстоянии 100 километров возле Милана, то есть очень центральная зона. Можно реально за 50 тысяч евро купить двукомнатную квартиру в размере из 60-70 квадратных метров. Недавно, кстати, интересно, прямо вчера я смотрел одну недвижимость, трехкомнатную квартиру, пятый и последний этаж, 75 квадратных метров, который идет на аукцион как базовая цена на 20 тысяч евро. То есть есть реальные некоторые зоны, которые не центральные города, то есть это именно не Милан, не Рим, не Абль, не Турин, и стоимость недвижимости на аукцион, она очень-очень интересна. И в наших мерках, скажем так, советских, мы не так-то далеко и находимся от центральных точек жизни. Поэтому можно абсолютно рассмотреть, купить за 50 тысяч евро хорошую двух-трехкомнатную квартиру на приятном этаже в приятном балконе и в течение полчаса, часа езды быть в центре города Милана на шоппинг на Молте-Наполеоне без проблем. То есть это абсолютно реально и возможно. Чем ниже, ну в среднем эстетически мы спускаемся в более далеких зонах, то есть на юге, естественно, цены даже могут поменяться. Можно за 20-30 евро купить на аукционе даже и шире квартиры. Зависимо, конечно, от города, зависимо от населения этого города и коммерческих и стратегических точек, которые здесь есть. Здорово, я прям сама для себя. Есть очень интересный, я сам иногда удивляюсь. Например, если мы говорим про Милан, в Милане одна комната квартирка метров 30-40 квадратных метров может на аукционе стоить 100-150-200 тысяч. То есть, чтобы вы поняли, гигантская есть разница именно в зону и в центральности этой квартиры. Ну, Милан сегодня, Милан, Рим, Венеция считаются одни из самых дорогих городов всей Италии. И, естественно, чем ближе нахожусь в центре, чем больше это, ну скажем, такая центральная зона, тем выше может быть стоимость даже квартиры на аукционе. Но конкретно, тем не менее, в любой зоне, в которой мы находимся, можно купить на аукционе с конкретным экономом. Ну, в некоторых счастливых случаях даже до 50%, естественно, да. Я обращу внимание, что поскольку некоторые должники и некоторые кредиторы иногда недовольны от цены продажи на аукционах, ну потому что если у банка кредит 100, продают квартиру, которую они оценили в 100, и они продают за 70, они же, конечно, не получают всю свою сумму. Поэтому иногда, вместе чем, то есть чтобы не рисковать, участвовать на аукционе, потерять месяц, время на изучение недвижимости и так далее, ну и вербовую марку в размере 16 север, можно заранее до аукциона договориться и с должником, и с кредитором на приватные, скажем так, продажи этой недвижимости. Грубо говоря, в итальянском законодательстве это называется сандрис-транчо. То есть это закрывается, это такой, скажем, досудебный договор. Есть действительно очень широкий рынок таких договоров, его ведется, его к нему можно иметь доступ только через профессиональных маклеров и агентств, которые знают заранее некоторые пакеты недвижимости, скажем, такие проблематичные, потому что есть должник, который уже не платит, полагается, что может быть арестный мусор. Есть уже какая-то патологическая ситуация, которая не дает возможности вернуть кредитбанк и так далее. Можно в этих ситуациях вступить и не рисковать, чтобы в том примере, который мы делали, недвижимость идет на 50, ручка, 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 плюс один, плюс один, плюс один, продается за 95. Я всегда сам себе задаю, зачем идти на такой аукцион, чтобы купить недвижимость на 95 на аукционе, когда можно найти ее на свободном, на вторичном рынке за 100, поторговаться и купить за 90. Я думаю, пример он ясен. Намного тогда интереснее сразу обратиться на прямой контакт с банком и с должником, предложить сразу сумму 70, может быть 75, может быть 80, без участия на аукционах, без риска, сразу договориться на покупку этой недвижимости. Тут опять-таки через правильного профессионала можно иметь такой тип контакта и возможностей. Он, конечно, не такой распространен, как вторичный рынок. Можно специфически проверить квартиру, кадастровые данные, все элементы, чтобы не было, например, туалета, который потом на карте не соответствует к зоне, где он находится. Эти все детали можно учить профессионалу без никаких подвозных камней проверить заранее. И успешно, и конкретно, и хорошо сделать вашу покупку. Не участвуя, и не рискуя, что ваша квартира от 50 будет скачать до 95, а даже и до 100, почему бы нет, и успешно, хорошо заранее ту квартиру купить за 8. Если у вас есть интересные инвестиции, я думаю, вот этот вариант особо интересный. И как все другие дни, жизнь, конечно, удает сильную привязку к Италии, улучшение и повышение возможности получить потом вид на жительство и так далее. Если вы даже просто ищите квартиру для личного употребления, тут, конечно, можно интересно сэкономить, найти хорошую недвижимость, хорошие продажи и так далее. Поэтому не бойтесь, если квартиру, которую вы рассматриваете, она под арестом или в какой-то ибридной ситуации проблематичной, можно всегда в этих ситуациях за некое административное время работы успешно увидеть интересный фактор инвестиций и успешно купить квартиру на более выгодную цену, статистически, чем в большинстве случаев более выгодную цену, чем она была бы на вторичном рынке, на свободном рынке. По каким-либо вопросам, конечно, мы распоряжение, обращайтесь, мы будем рады, ну, просто устно первоначально проконсультировать и сориентировать, может эта цена быть интересна действительно или нет. У нас есть в Италии доступные сайты, которые дают ориентативную цену недвижимости по зоне, по метратуре, по качеству, по количеству. Поэтому я бы не сказал, что здесь есть каких-то подводных одней или возможность попасть на какую-то неправильную сделку. Можно всегда при быстром обращении к макеру, к адвокату, к персоналу, который занимается такими вопросами, понять более близко к реальности, правильно ли это цена, повышена ли она или нет, правильная эта инвестиция, действительно ли она выгодна и так далее. И можно также опытно проверить, например, сделаю пример в городе, где я живу, Милан. Тут есть у нас уже заранее, за пяти лет, оправданные официально проекты по строительству метро. Я не думаю, нужно объяснять нашим зрителям, что, конечно, купить сегодня квартиру по строительству или даже на аукционе в какой-то не очень еще развитой зоне, но где есть конкретный проект, а правда мы уже мерили, на строительство, введение там дополнительной метро, остановки и так далее, конечно, это может потом привести к повышению цены этой квартиры даже до 50%, а даже больше. Напоминаю всем в закрытии, в 2026 году в Италии будет проводиться Олимпиада. Цены недвижимости в последний год гигантско стали расти во всех самых странных городах Италии. Поэтому не упускайте, ну я не буду слишком маркетингом заниматься, но не упустите эту возможность, потому что есть действительно очень хорошая возможность купить сегодня ниже, чем это будет завтра. И на этой квартире ниже очень хорошо заработать. Ну, действительно, как вы отметили, потому что, ну, когда была Олимпиада в Сочи, действительно, там недвижимость, она просто вскочила, и эти цены, они держатся до сих пор, то есть они не падают, хотя Олимпиада уже давным-давно прошла, и в принципе, что уж теперь-то, но тем не менее цены, они остались, те, кто успел купить, те успели. Спасибо вам, Давид, за более подробное объяснение, действительно, это очень ценная информация, потому что, в принципе, очень много блогеров рассказывают различные информации про Италию, про другие страны, да, но все-таки слушать, когда человек компетентен в этом вопросе, есть личная практика, это вызывает много больше доверия, и, конечно, то есть это проверенная информация, это очень здорово, что вы соглашаетесь рассказать нам все эти нюансы. Вот тогда, мы прощаемся с нашими подписчиками, будем ждать этих комментариев, и по номеру телефона, который будет указан на этом экране, можно всегда обратиться. Спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok